А сейчас новости из Котласа. Там появится новый бульвар. Он будет представлять собой парк с культурными учреждениями. Бульвар построят на средства местного предпринимателя. Уже прошли общественные слушания, на которых жители большинством голосов поддержали проект. Этот пустырь превратится в культурно-развлекательную зону. Новый бульвар появится в южной части Котласа вдоль проспекта Мира. От Стеллы до улицы 70 лет Октября. Построят бульвар на средства местного предпринимателя Олега Зильберга. Самое главное, я уверен в том, что этот проект будет реализован. Олег Михайлович Зильберг, он уже на протяжении последних лет в нашем городе действительно показывает, что он эффективный предприниматель. И один из первых начал вкладываться в социальную инфраструктуру. Площадь будущего бульвара 29 тысяч квадратных метров. Большую часть займет зеленая зона. Газоны, кустарники, деревья. Также здесь построят кафе, выставочный центр, торговые павильоны и центр детского развития. Обучение всяким ремеслам, то есть какие-то кружки платные. Из-за огромного количества коммуникаций поставить здесь большие капитальные строения нельзя. А потому проектом предусмотрен облегченный вариант зданий. Вот такое будет примерно детское кафе, которое там, семейное, на бульваре. Это уже готовый проект фактически. Он находится просто за границей. Он должен стоять здесь. Некоторые горожане опасались, что вместо культурных учреждений здесь появятся ларьки со спиртным. Но на общественных слушаниях местные власти заявили, продавать на бульваре горячительные напитки будет невозможно. На сегодня алкоголь разрешен только в объектах недвижимого имущества. Речь не идет о создании объектов недвижимого имущества. Областным и федеральным законом наложен категорический запрет на продажу. Большинство присутствующих на публичных слушаниях поддержали проект. Сроки его реализации от 3 до 5 лет, считая со следующего лета. Общий объем инвестиций порядка 80 миллионов рублей. Это Римали Шава, Елена Кермич, Александр Потюков. Новости 24. Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова